Мы дошли до главы о тех описаниях, характеристиках, которыми обладали посланники и пророки. Их совершенство внешнее, совершенство внутреннее, их нравственность, их родословное. Важная тема. Автор говорит, что все пророки и посланники Аллаха были, во-первых, совершенными внешне, были красивые все пророки и посланники, были внешне красивыми. И были очень хороших родословных, из лучших родов в своих народах. И обладали всеми прекрасными нравами. Мораль, нравственность у них была на самом высоком уровне. То есть это были самые из людей совершенные люди. И для нас сегодня это очень актуальная тема. Вот почему пророки, посланники, вот он здесь целую главу сделал, имам этой книги, Адрият. Почему такое внимание посланникам и пророкам? Вместе с тем, что он говорит, что некоторые пророки превосходили других, одни были кто-то выше. В Коране Аллах говорит, Эти посланники одним я дал превосходство над другими. И он также говорит, Я их выбрал превосходящими всех остальных людей по знанию. То есть он не просто так. Аллах знает этих людей. Он лучших людей делал своих посланников и пророков. Ведь они рождались сначала обычными людьми. Росли и потом получали миссию пророка. Получали откровения. И Аллах, зная, выбирал их из своих народов. До того, как мы сейчас начнем говорить, вот тема пророков. Нам очень важна эта тема. Есть книги имам Ибн Казир и другие, допустим, о посланниках, о всех посланниках. История пророков. История пророков. Описание этих пророков. Это очень важно. Для чего? Чтобы мы следовали за чем-то, мы, во-первых, должны знать, кто пришел с этим чем-то. Поэтому, когда некоторые представляют, что миссия пророка – это просто принести какую-то книгу. Не-не-не. Это глубочайшее заблуждение. Они были, во-первых, самыми первыми, кто практиковал то, с чем они пришли. Они на себе это практиковали. Показывали на своем примере, как надо исполнять послание Божие. И эти люди, почему Аллах, субхану ва-та-ля, так возвеличил их? Некоторые неверующие их вообще коробят, когда мы говорим, что посланник Аллаху, Мухаммад, саллилаллаху, алейху, саллилаллаху, лучшее творение Аллаху, они сразу начинают морщиться там. Да, 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 так и есть. Почему? Почему Аллах, субхану ва-та-ля, пророков, посланников поставил выше, чем ангелов? Потому что эти люди, эти люди являются теми, кто нас не просто показал дорогу, он повел нас, повели по этой дороге и оставили нам уроки, как надо держаться этого пути. Сами пошли что-то сказать, вот делай так, так, теоретически и показать это, совершенно разные вещи. Они показали. и сейчас наша сегодняшняя действительность показывает, что нам не хватает примеров этих людей. Человеку самый лучший метод исправиться это следовать за кем-то, подражать кому-то. Если я тебе буду говорить делай так, делай так, это человек, пока ему не покажешь, лучше один раз покажи, чем сто раз говорить. Эти люди показали, научили. Кто-то сказал, да ну, это невероятно. Они показали, что это вероятно. Например, когда в Коране Аллах говорит Аллах знает, что ты около двух третей ночи выстаиваешь, половина ночи выстаиваешь молитвы, одну треть и те, кто с тобой. Но есть свидетельство сахаба, что это так и было. Он показал, но сейчас для неверующего это дико, как можно две трети ночи проводить молитвы, или полночи. И даже для далекого от религии, слабого веры мусульмана, для него даже как это возможно? но он показал это. Он это показал. И еще очень важный момент сегодня для нас эпоху бездуховности, безнаственности и морального упадка по причине той духовной, моральной диверсии, которую совершили сатанисты, начиная с 20-го, началось чуть раньше, 20-й и как бы венцом стал 21-й век. Нам особенно нужны примеры этих людей. Вы же сегодня видите, что творится. Повальное безбожие, самые так называемые цивилизованные народы, Европа, Америка, повальное безбожие, безвластенность, аморальность, институт семьи разрушены. Отец, мать, брат, сват, сестра, ничего нет, все разрушили. Общество воспитывают на принципах бездуховности, аморальности. Именно я и все. Я что хочу, самая сегодня большая беда воспитания подрастающего поколения. Каждый молодежь, это под их влиянием. Я так хочу, я не хочу, как я хочу. Ты кто такой? Ты кто такой? Ты раб Божий, который создан из презренной жидкости и который завтра превратится в труп, который начнет вонять и который съедят черви и превратится в прах. вот ты кто? Но этим заканчивается и завтра в судный день ты встанешь и будешь отвечать за все. Поэтому ты не должен говорить я хочу. Ты должен хотеть то, что хочет твой творец. И эти посланники это показали. У них не было я. У них было то, что желает Господь. И эти примеры нам нужны. Почему сегодня я говорю человечество хочет, каждая страна хочет найти себе какие-то идеалы. И люди начинают лепить себе идеалом какого-то успешного политика. Он успешен в политике, но выясняется, он вообще понятия Бога нет. Мораль, нравственность вообще понятия нет, а морал кончен. Другой успешен, допустим, в бизнесе. Но опять та же проблема. Третий там в спорте, кто-то в искусстве. А нам нужен идеал, который будет и духовным, и морально-нравственным, и все по списку. Все остальные правильные черты, характеры и так далее, что в нем были. Вот такими людьми были пророки и посланники. Поэтому Аллах в священном Куране говорит, «Ла кад кана лак кумфи расули лахи усватун хасана». Вам, посланники Аллаха, был лучший пример. Поэтому не надо лепить каких-то своих выдуманных каких-то героев, идеалы. Вот как в советское время были какие-то. Они все уже забыли, их исчезли, их уже никто не помнит. Какие-то там политики, какие-то революционеры, какие-то артисты и так далее. Их забыли. Сейчас новый хлеб. Они непригодны быть образцом для продолжения. Лучший образец для продолжения это посланники и пророки. Кстати, раньше христиане, иудеи, у них тоже так было. Вы обратите внимание, имена, которые были до этого разгула безбожья и бездуховности, который начался в начале XX века. Имена Авраам это Ибрагим, Моисей Мусор, Яков и так далее. Это христиан бывали, иудеев. То есть называли в честь пророка и посланников. Они были примерами для людей. Им пытались подлажать в духовности, в порядочности, в морали, в нравственности. Сегодня кто? Какой-то футболист. Извините за уважение. Дважды два. Человек не знает. Элементарных вещей не знает. Столько по мечу научился и все. Потом из него пытаются сделать. Он так сказал. Что он может сказать? Он школу толком не закончил. Он неграмотный человек. Он не может быть идеалом. Да, футбол гонят, да, там он идеал, но это игра, это не жизнь. Понимаете? Или отбитой головой боксер какой-то. Его пытаются из него лепить. У него голова уже отбитая, там не работает уже она. Он не идеал. Не может быть он идеалом. Идеалом должен быть тот, кого Аллах сохранил от грехов. Самых совершенных из людей. И такими людьми являются посланники и пророки. Поэтому вот сейчас будут у нас много аятов, хадисов о том, какие они были. На этом надо учиться. Вот настоящие герои и для старших, и для младших, для всех, и на веки веков до конца света. Вот это наши герои. Вот они должны быть для нас ориентирами, маяками по жизни. Кому подражать? За кем следовать? У них надо учиться жизни. Просто попадаешь иногда на какие-то собрания, когда сейчас современное. Еще в советское время то же самое было. Ну приглашает какого-то ветерана. Да, может герой молодец, но он ориентиром или образцом для подражания он не является. Да, он в войне, да, герой, молодец, конечно, там, проявил, мы не отрицаем его эти качества, но мы имеем в виду ориентиром по жизни, он не может быть. Он может быть, вообще ничего духовного у него нет, ни морали, ничего, он не пригоден. Первая группа в хадисе, достоверный хадис Бухарии и муслим, пророк саллиллаху алейху асаллим говорит, первая группа, которая войдет в рай, они будут по внешности подобны луне, луне в ночь полнолуния, и они будут все похожи, как бы похожи, то есть по красоте будут очень похожи, все будут как один на одно, как бы как говорится, все лучшие внешности, да, будем говорить, и они будут иметь, в рай войдут уже именно в тех размерах, каким был Адам алейху асаллим, а высота Адама была 60 локтей, это я так точно когда посчитал, где-то 28 метров, потому что локоть это 48 сантиметров, да, где-то так получается, такими мы войдем в рай, Адам был таким, это потом люди из-за грехов, меньше, 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 и вот мы полтора метра от полторы до двух, да, вот наш потолок, в рай уже войдут в таком облике, в таких размерах, но в рай уже войдут прекрасные, первыми самые прекрасные, посланники, пророка, и отрадно для нас, что наша умна, первая из остальных общин войдет в рай, следующий хадис от Абу Хурейра роди Аллаху Анху, пророк говорит, я видел мусу, ночь ми'раджа, пророк видел мусу, и он описывает, каким был мусу, он говорит, был сухошавого сложения, волнистые волосы, нос с горбинкой, и по внешнему похож на мусшин племени Шануа, это еминское племя, которое отличалось высоким ростом, то есть муса был высокого роста, с волнистыми волосами, сухошавый человек, и был очень, как мы знаем, смуглого цвета, сейчас об этом отдельно придет, иншаллах, и был, конечно, очень такой человек резкий, жесткий, мусу, алейсалям, и очень физически сильный, и он говорит, также рис увидел, риса среднего роста, мусу высокий был, риса среднего роста, и на лице у нее много родимых пятен, красного, красноватого цвета, и как будто вышел, говорит, с парилки, а человек с парилки выходит, разлумянин, да, вот такого цвета, говорит, риса, в другом хадисе, описывая его, рису, он говорит, мубаттанун мислю сейф, подтянутый сухошавого поджарного сложения, и про себя он говорит, я наибольший всех похож на Ибрахима, Ибрахим, какой Ибрахим, пророк Мухаммад был очень похож на пророка Ибрахима, своего прапрабраца, теперь о их родословных, да, описывая мусу, вот в этом хадисе, этот хадис Бухари Муслим передает, он говорит, наиб, вот самой, какой может быть красивая смуглость этим, смуглость мужчин, такая смуглость была у мусы, порой смуглость бывает у людей как бы не очень красивая, у мусы была она очень красивая такая смуглость, такая, видно брюнет, такой, черными волосами, и смуглой кожи, но был очень красивый, вы бы не подумали, что он был некрасивый. Нет, он был очень красивый человек. Мусс, алейсалям. В другом хадисе, который передает тоже Абу-Хурейра, радия Аллаху анху, пророк, саллиллаху, алейкум, говорит, это хадис Термези и Ахмада, что после Лут, алейсалям, пророк не, Аллах не посылал ни одного пророка, чтобы он не был из самого лучшего рода в своем племени. То есть, самого лучшего из своего племени он делал пророком. И в другом хадисе сказано, что он бывал, обычно бывали из больших родов. Из больших родов, которые могли защитить и поддержать своего родственника пророка. Наш пророк Мухаммад, саллиллаху, алейкум, алейкум, род Бану-Хашима, это был сильнейший, один из сильнейших родов Хурейша и один из самых уважаемых среди арабов. Его все предки были образцом для портажения. Даже в джахилии, до ислама, они были самыми достойными, самыми уважаемыми. Допустим, Хашим, Хашим, его прадед. Почему он Хашим? Это Крошаши. У него другое имя было. Почему его так назвали? Когда было в Мекке засуха, голод, он поехал в Палестину, на свои деньги купил оттуда много муки, приехал в Мекку, испекали хлеб и кормил паломников. Когда был голод, он в то время на верблюдах добраться до Палестины, это две недели, три недели пути туда, за свои средства купил. Шедрость. Это чем отличался род пророка, алейкум, салатом. Тоже историю упоминать, были очень шедрые люди. Очень шедрые, как и пророк, салатом. Абдул-Муталиб, тоже сам за свои средства содержал, кормил, поил паломников. Вот этот момент сегодня больше всего вызывает у меня неприятие и возмущение то, что сегодня мы видим. Паломников, их государь Саудия берет деньги за услуги хаджа. Какие услуги? Что вы нам, какие услуги предоставляете? Палатки в Мина на три дня, два или три дня и палатки в Арафате полдня. Вот все, больше что вы нам, какие нам услуги вы оказываете? Берут деньги, большие деньги, все время растут. Это мусульмане, если была бедная государство, понятно, богатейшая государство, не знает, куда их девать, сейчас на футболиста, на артиста, на кого угодно, собачьи выставки сейчас идут у них, хилоуны, тратят десятки, сотни миллиардов. Понимаете? Снос паломников деньги сдирает. А в то время, как мы находим, что курейши до ислама, джахилии, будучи мушриками, был у них девиз служение паломников, честь для нас. И они боролись за право, кто будет кормить, кто будет поить паломников. Тут в исламе эти сдирают с паломников. За визы сейчас там деньги берут, за услуги хаджа берут, все время придумывают, сейчас они увеличивают эти выплаты и говорят, мы там мусульмане. Инна лиллахи ва инна иллехи раджаун. Имам Термези передает от Атады и Далакутни тоже, от Анаса, что Аллах не послал ни одного пророка, чтобы он не был красивым лицом, красивым голосом, и Анас потом продолжает, и ваш пророк Мухаммад саллиллаху был самым красивым лицом и самой красивой среди них голосом. Все посланники были такими. Также особенности пророков свидетельствуют следующее. Этот хадис приводится в начале Сахих-Бухари, когда пророк саллиллаху отправил письмо Гераклу императору Рима и он получает письмо от пророка Мухаммада, и он спросил, есть ли здесь кто-то из его народа. И там, как мы говорили, это было в Иерусалиме. Он пришел туда на Зиарар, и Абу Суфян как раз был там с с Хурейшами. И когда он попросил собрать кто здесь из Хурейши, ко мне приведите, чтобы узнать кто это такой, кто ему пишет письмо. И там в этом разговоре Сахих-Бухари, он Геракл много вопросов задал о нем. Кто он, был ли у него в роду правитель, и так далее. И один из вопросов был о его родословной. Геракл говорит, какая у него родословная. И потом он говорит, Геракл, когда Абу Суфян говорит, родословная у него хорошая, он из хорошего рода, он говорит, так же все посланники были из лучших родов своих народов. То есть он был христианином, то есть религиозным человеком, он знал описание посланников и пророков. Все пророки бывали из лучших родов. Это тоже особенность пророка. Теперь вот сейчас аяты, мы сейчас будем читать смыслы аятов, аяты идут, какими были, какими качествами отличались пророки и посланники Аллаха Субхану Ва Тааля. Судатусад Аллах Субхану Ва Тааля говорит про пророка Аюба. Инна ваджаданаху сабиран ниым алабд инна алаб Я нашел его, то есть пророка Аюба терпеливым. И как он прекрасен, как прекрасен этот мой раб Аюб. И поистине он тот, который постоянно обращается к Аллаху Субхану Ва Тааля. Аюб, алейсалам, 18 лет лежал обездвиженный. Обездвижен. Такое испытание как пророку Аюбу это упаси Аллах. Он был пророком, богатейшим человеком. И Аллах лишил его всего имущества. Вся его семья, жены, дети, внуки, все умирают, остается одна жена. И он. И он обездвижен. И тогда увидев, что у него умирает жена, умирает там дети, скот, посевы, все-все гибнет. Жители его города, они говорят, уходи отсюда, он злощастый, сейчас он беду и на нас навлечет. Как у нас бывает, да, тоже, если у человека проблемы, о, сейчас на нас тоже его безбарокатность перейдет. И Аюб, жена его вывезла, он за городом, там где-то живет, в лачуге одной, 18 лет. Он ни разу не пожаловался Аллаху, Субхану, Ата-Аля. Ни разу не пожаловался, через 18 лет, когда там в описаниях некоторых тавсивах сказано, когда уже от безысходности жена продала волосы свои, тогда он попросил Аллаха, скромно попросил, я нуждаюсь в твоей милости. И Аллах, Субхану, Ата-Аля, исцелил его, и, как в Коране сказано, дал тех, кто был, еще столько. По одной версии, были воскрешены все его потерянные родственники, по другой, Аллах дал ему еще в два раза больше, там, еще жены, детей, и имущество тоже. Все восстановлено, но 18 лет он обездвижен, и он ни разу не пожаловался. все время поминает Аллах. Это вот, вот кто должен быть для нас примером. Сегодня у человека там, тут на работе неудача, там, не нашел работу, тут какая-то незначительная там проблема, он начинает выйти, воет, скулит на весь аул, как говорится. Да? И потом, видишь, что везде он там, все виноваты, и общество, и власть, все виноваты, его проблемы. А где терпение? Где терпение? Недостойно мусульманина жаловаться кому-либо, кроме Аллаха, субханаху, а та али. Запомните, это тоже одно из важных для нас уроков. Ученые говорят, не жалуйтесь никому. Жалуйтесь Аллаху. Аллаху жалуйтесь. Перед Ним плачь, перед Ним падай в ниц, перед Ним сделай судьбу, перед Ним можно. А перед кем-либо другим, кроме Аллаха, не надо унижаться. Не надо пытаться вызвать их сочувствие, их жалость. Нет, это не нужно. Зачем? Они тебе ничем не помогут, пока Всевышний не даст тебе что-либо. Это тоже, знаете, никто, даже самый наш близкий, отец, мать, ничего нам не дадут, пока не придет им внушение от Аллаха дай ему. Все во власти Аллаха. Никто другой не имеет власть в этом мире, только у Аллаха власть. Поэтому жалоба, там, стоны, плач перед Аллахом, это тебя возвеличивает перед Аллахом. А это же отношение людей тебя унижает и перед Аллахом, и перед людьми. Ты пойдешь к ним, жалуйся, давай ночью, моли Аллаха, плачь, проси, проси, еще проси. Ты только возвышаешься и перед Аллахом, и перед людьми. Качество аюба, да? И последнее, в любой ситуации радость, горе обращаться к Аллаху. Все время думать о Всевышнем, просить Всевышнего, молить Всевышнего, благодарить Всевышнего. Все к Аллаху. Любое решение, как сделать, обращайся к религии Аллаха, как Аллах велел, вот так и делай. Относительно Яхья, Аллах говорит, Яхья, хузил китаба бикувах, ватайнаху хукма сабия. О, Яхья, бери книгу, то есть Тору, бери силой, бери решительно, серьезно, то есть в соответствии с ним поступай решительно, не отклоняясь. И потом Аллах говорит, я ему дал еще в детстве хукма. Хукма имеется ввиду, сказано, понимание Таурата. Мудрость. Знания он получил еще в детстве три года, когда был, пророк Яхья, алейсалам, получил это. И получил также он от меня милосердие. И получил чистоту и также вазакатом вакана такия. И был покорным Аллаху субханаху вата'аля. Был чистым. И был барран бивали дейхи. Был очень покорным, послушным и хорошим к своим родителям. ва лам я кун джаббар ан асия. И не был высокомерным грешником. Ва салам алейхи яум вулида ва яум ям ва яум юб ас ухайя. И он будет в безопасности. То есть Аллах говорит, я дал ему безопасность и в день его рождения, и в день, когда умрет, и в день, когда будет воскрешен. какими сифатами обладал яхья. Видите, тут много сифатов. И к родителям был хороший, и был чистым, и был богобоязненным, и был очень милосердным, покорным Аллахом. Вот такие люди нам нужны как пример, особенно в наше время. Когда сегодня вот на днях здесь у нас в Дагестане сын убил отца. Убил, сарай спрятал и пошел искать отца, там всем, отец пропал туда-сюда, потом нашли убитого им отца, брошен, там, завален чем-то в сарай. Понимаете? Имя мусульманское, мусульман, вроде бы. И мы вот сколько видим сегодня родители больше всего боятся своих детей. Время пришло, как пророк и предсказывал, салли Аллаху алей вассалли. Почему? Откуда это пришло? Откуда? Это воспитание. Когда они видят, что западный метод воспитания, ювенальная юстиция, родители не имеют права ничего родить детям, детям внушают самого детства, ты свободный человек, никто не имеет права тебя лишать твоих прав, ни родителей, ни власть, никто, ты должен делать, делай, что хочешь. И этот несозревший умом ребенок верит в это. Он не понимает, что он раб Аллаха, которому Аллах велел поклоняться ему и быть покорным родителям. Аллах говорит, еще сифат Яхья, тут речь про Яхья идет. Аллах сообщает тебе радостную весть, закаби, что о Яхье, который будет, мусаддикам би калиматим мин Аллах, то есть он будет верящим калимату ла Иса, то есть верующим в Ису, и будет господином, то есть уважаемым лидером в своем народе, и будет воздержанным от всего греховного, и будет пророком из праведников, пророком из праведников. «Инна Аллаха истафа Адама вану хам ва аля Ибрахим ва аля Амрана аля 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 амин зурия там баад амин баад ва аля аля Аллах то есть выбрал этих посланников перечисление там шло Адам Нух потом Алю Ибрахим Алю Амран то есть Ибрахим и Амрана и это потомство было одно от других то есть это были избранные лучшие лучших людей Аллах делает пророками описывая Нуха Аллах говорит «Инна хукана абдан шакура» Нух был покорным Аллаху шакура 950 лет он призывал свой народ к ислам и за 950 лет пророчества когда некоторые думают что мус упоминается 950 лет что это он жил 950 нет это он только посланником был 950 он жил 1200 или 300 Аллах аля 950 лет он призывал к Аллаху субханаху ата уверовала в него где-то 80 человек считая членов его семьи его детей всего 80 950 лет представляете это получается на 10 лет там даже на лет 12 13 один человек но он терпеливо продолжал свою миссию он благодарил Аллаха это немыслимые испытания когда мы говорим ноев ковчег это был огромный корабль а кто его строил он сам строил это же это нам сейчас ну что там строить он несколько десятилетий он строил корабль это же не легкий труд мы знаем что такое труд столяра плотника это же сколько труда надо чтобы построить корабль он сделал это десятилетиями работал но он это сделал и опять таки нету никаких жалоб только благоданность Аллаху Субхану чему нам сегодня надо учиться у нас сегодня у многих мусульман такая проблема мы жалуемся мы много хотим а то что нам Аллах дал за это благодарить не успеваем у нас сегодня посмотрите я как я на одном из предыдущих уроков на предыдущем уроке говорил так благополучно материальном плане таких возможностей для образования саморазвития как сейчас никогда не было но мы за это не благодарим а все жалуюсь вот этого не хватает вот ценность за то что тебе дали поблагодари Аллах тебе еще больше даст нет это никто не забывает все хотим еще 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 а благодарить забываем ну алейсалам описан что он был благодарным рабом Аллаха описывая рису алейсалам Аллах Субхану ва Тааля говорит Аллах который будет произносить слова Аллаха которого будут звать Аль-Масии Иса сын Марьям так как у него отца не было он приписывается к мати он будет почитаемым уважаемым человеком и на этом свете и на том свете уважаемый он был и на этом свете и на том свете будет и будет из приближенных к Аллаха и он будет говорить с людьми и в колыбели и в взрослом возрасте и будет один из лучших праведников на земле он заговорил в колыбели обратился к своему народу призывал в взрослом возрасте пока жил и иншаллах после того как снизойдет на землю когда появится даджаля он будет уже управлять нашей умой и еще его миссия не завершена он временно Аллах поднял его на небеса но каким был уважаемым за что уважение за что уважали его народ за его праведность за его аскетичность за его эти прекрасные качества которыми он выделялся был праведный человек Иисус был один из самых больших аскетов чем он выделялся среди других пророков был очень аскетичным человеком сейчас мы еще в конце об этом поговорим вот эти слова с которыми он обратился к Бану Исраиля когда мать принесла его только родился он им сказал когда они осудили Мария что что такое у тебя же отец не был таким распутным мать не было ты из праведной семьи как ты нагуляла ребенка она показывает на него с ним говорить и это же ребенок и Иса обращается к ним это тем кто из него делает Бога он сказал я раб Аллаха и он был рабом Аллаха он дал мне писание и сделал меня пророком и сделал меня благословенным где бы я не был и сделал заветный о молитве и закате пока я буду живой чтобы совершал намаз и выплачивал закат тут опять Аллах Субхану напоминает нам историю Муса Аллах говорит о те которые уверовали не будьте как те кто причинял обиды Мусе и которого Аллах оправдал от того что они сказали и он был перед Аллахом почитаемый Аллаху Акбал описание комментарии этого аята сказано Муса был очень стыдливым человеком никто никогда не видел его какие-то части тела раздет ни в коем случае он был вместе с тем что был человек очень решительный физически сильный очень жесткий человек да вместе с этим он был очень стыдливый человек пророк Муса еще одно качество что сегодня нашей молодежи не хватает бесстыдная молодежь к сожалению растет воспитывается на этом опять-таки это наша вина девушки им внушили мысль что они должны быть такие развязанные такие нагловатые хамоватые такие и вот такая молодежь растет в то время как мусульмане не то что женщины мужчины должны быть сыны муса будучи посланником пророка Аллаха еще внимание смотрите мусульмане вы знаете он вырос в доме фараона как сын фараона на то время самый крупный самый сильный правитель на земле фараон мусульмане вырос как его сын во дворце в шикарных условиях до 30 лет вот так он вырос и вместе с тем обычно дети избалованы сын как императора да но он оставался человек и потом когда уже стал пророком он будучи пророком правителем Бану Исраиля израильтян он был очень стыдливый человек и когда они Бану Исраиля купались он уходил далеко куда-то где его никто не видит там только он оголялся и купался чтобы никто не видел и тогда Бану Исраиля начали говорить точно у него какой-то дефект есть и один говорит у него там под мошонкой какая-то болезнь поэтому он стесняет он боится показать чтобы мы не высмеивали его и однажды когда он очередной раз ушел далеко где никого нет разделся у него этот камень был положил на камень одежду вошел в воду искупался когда он вышел камень помчался от него с его одеждой ему надо одеться он погнался за камнем и добежал где Бану и стоили они увидели что никакого дефекта в теле нет прекрасное здоровое тело мужчины они говорят ааа то есть Аллах это сделал чтобы оправдать то есть чтобы показать что нет у него дефекта что то что он не раздевается при людях это только из-за того что он был очень стыдливый и потом Аллах говорит и он был почитаем Аллахом за что за самые прекрасные качества которым он обладал будучи почти что сыном королем идет 10 лет пас овец в Мадьяне в пустыне Иордании за что за еду и за то что Шуайб отдает за него свою дочь он вырос в королевских условиях как сын короля и он идет простым чабаном пастухом а овец 10 лет за то что он ему выдает за него дочку и за еду как раз сегодня одному брату мусульманину рассказал эту историю жалуется там работа малооплачиваемая туда-сюда я говорю в жизни у каждого бывает испытание пророк муса тебе хоть более-менее достойную зарплату платят муса за еду и за то что через 10 лет отец отдаст за него дочку пас 10 лет в пустыне овец это не на наших лугах а там пустыня совсем другое дело пасти овец это очень тяжело но он 10 лет пас и потом десятки десятки лет чуть меньше 100 лет он терпел эти все трудности сначала в Египте потом когда народ Израиля блуждал по пустыне 40 лет он почти что опять из-за их греха ему пришлось переносить новые трудности но опять-таки мусс алейсалям никогда не жаловался всевышнему он был покорным рабом Аллаха субханаваталя все эти невзгоды и трудности он переносил достойно как это должен делать мусульманин поэтому Аллах субханаваталя его сделал из пяти улюль-азм из пяти самых решительных и стойких посланников Аллаха субханаваталя хадис который передает Бухари пророк саллиллаху алейху мусс был очень стыдливый человек не открывал части своего тела никогда из его тела что-либо он не открывал из-за своей стыдливости Аллах Акмар смотрите сегодня что что мы сегодня видим и то что мужчины женщины оголены и мужчины тоже сегодня смотришь больше больше там если уже не оголять то облегающие все хотят выпячивая все хотят показать а женщина это уже вообще стыдно говорить во что превратились наши мусульманки стыд потерям полностью Муса был такой стыдливый человек что никакую часть тела он никогда не показывал никому и говоря о нем Аллах говорит И Аллах подарил мне дал мне мудрость и сделал меня из посланников Аллах его сделал мудрейшим человек и конечно мы тоже должны быть благодарны ему благодарны ему салей салам это он посоветовал пророку Мухаммаду салаллаху алей вассалам чтобы он попросил Аллаха уменьшение количества намазов с пяти десяти был намаз был сокращен до пяти именно Муса алей салату ассалам Аллах описывает других некая часть из пророков Аллаха говорит поистине я каждый из этих пророков говорил своему народу я являюсь верным посланником еще одна особенность пророков их высочайшее порядочность и верность взятому на себя какому-то долгу никогда не нарушали поэтому пророка Мухаммада салаллаху алей вассалам его народ называл до самого пророчества сорок лет его называли садик амин правдивый и верный никогда не нарушал слово обещание договор и это особенность всех пророков Аллаха это то что к сожалению мы сегодня потеряли да и это было предсказано пророком алей салаллаху ассалам сказал что в конце света наступит время когда человек придет какой-то город спросит есть ли здесь надежный верный слову договор человек скажет вон там один фулян есть останутся единицы кому можно будет доверять и кто будет заслуживать доверия доверие верность надежность это признак мусульманина если человек не заслуживает доверия не верит своему слову договору своему долгу доход он будет там до мозоли на лбу молиться он не является настоящим праведным мусульманином верность слову договору долгу это признак мусульман и это было качеством всех посланников пророка Аллаха Субхану Атала Аллах Субхану Атала говорит обращаясь к нашему пророку Мухаммаду Салла Аллаху Али Асалям терпи О Мухаммад как терпели Улю Азм то есть обладатели решимости из пророков Улю Азм из посланников пророков считается пять пророков они-то все были но наиболее решительные в этом качестве были Нух Ибрахим Муса Иса и Мухаммад Салла Аллаху Али Аджмай эти пять посланников и пророк получает терпи как они терпели Ведь он Салла Аллаху Али Асалям испытывал много трудностей Сколько горя Сколько невзгод И Аллах ему делает наставление Он-то и так терпел Это больше к нам Потому что то, что приходит Торока Это хитап Обращение к нам тоже Уран Обращен ко всем мусульманам Этого нам сегодня не хватает Дорогие братья Терпение одной из самых лучших Одной из самых лучших слагаемых успехов Чтобы человек добился успеха В любом поприще Будь это в религии Будь это в учебе Будь это в работе Обучение Обязательно нужно терпение 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 и терпение Понимаете Когда мы смотрим на пророка Мухаммада С.А. Смотрите Он начинает призывать свой народ Шесть лет проходит В него уверовало только сорок человек За шесть лет Он же днем и ночью призывает Ну как Ну Представьте Если был обычный человек Он конечно отчаялся бы Махнул рукой Но их толку нет Тринадцать лет Мекки мучается В него уверовало Ну Несколько сот человек И все Больше нет Переезжает в Мадину Когда Он пришел на Совершение Умра И состоялось перемирие при Худейби За ним было 1400-1500 человек Это уже 19 Девятнадцатый Нет Это Да Девятнадцатый год пророчица Девятнадцать лет Он призывает И за эти девятнадцать лет него уверовали То есть из мужчин он смог собрать 1400 человек Это же днем и ночью Он не покладая рук Он занимается В него уверовали только такое количество людей До конца жизни осталось ему только 4 года Понимаете Но он никогда не опускал руки Никогда не сдавался Терпеливо И что получилось Он покинул этот мир Но благодаря его настойчивости его труду его терпению Аллах дал такие плоды его уме Мы видим сегодня Почти одна четверть человечества является последователем пророка Мухаммада Терпение В истории когда всех каких-то известных успешных людей находим Главное качество было терпение Тут идет целых несколько аятов 6 аятов Перечислением этих всех пророков Аллах говорит что Я их всех наставил на верный путь Для нас в чем актуальность вот этот вопрос Дорогие братья Аллах говорит Я их наставил на верный путь И они наставляли на верный путь Кроме как пути посланников и пророков Другого верного пути нет Вот сегодня мы в этом убедились Смотрите Нам пионеры человечества в начале 20 века внушали что человечество достигло такого уровня научного прогресса образования что все нам религия не нужна Как Ленин говорил религия опиум для народа не нужно все у нас есть наука есть академии есть институт есть не нужна нам религия религиозные знания религиозный путь религиозные ценности нам не нужны все человечество и так достигло знаний все которые их поведут по верному пути хорошо давайте покажите лучший пример это когда вы это показали на опыте это же человек Ленин при нем погибло более 20 миллионов человек гражданской войны в России погибло более 20 миллионов человек гражданской войны его ученики потом во всех этих значит и вторая мировая война там самые образованные цивилизованные нации нам внушали что наука она нас спасет Германия там все эти развитые страны начали войну погибло еще 70 миллионов человек понимаете где же вот это ваш путь вот это путь спасения хорошо ладно ну войны там фашисты все потом после второй мировой войны мир май труд да вот сейчас 21 век что мы сегодня видим полная бездуховность аморальность безвластенность распущенность институциями разрушены все какие-то общечеловеческие ценности разрушены винцом цивилизации западного мира являются ЛГБТ ценности главные у них герои сегодня гомосексуалисты и лесбиянки гендерное равенство вот вчера видеоролик там нега с такой бородой в платье пытается войти в Америку в женский туалет там женщина куда-то это мужчина нет я женщина это внушило их элита что так да что да человек сам значит определяет кто он он имеет право если он мужчина считается женщиной значит он женщина если женщина считается он мужчиной значит он мужчина он тоже еще один ролик американец в школе напал на учительницу там чуть не бьет ее ты почему меня оскорбила почему ты меня мужчиной назвал я не мужчина и не женщина я оно вы правильное местоимение выбираете он говорит у меня документы ты джейсон нет я не джейсон я там что-то себе придумал какое-то оно вот их путь их науки их цивилизации понимаете экономика в крахе мировой кризис видим страшная инфляция кто в бизнесе знает обесценивает все мы знаем все чувствуют по карману всем цены растут где же ваша наука где же ваша цивилизация дорогие братья кроме как пути пророков других путей которые нас выведут из этого нет наше спасение только в пути пророков пути пророков которые пришли от Аллаха субханава их наставил Аллах они наставляют нас поэтому без миссии пророка без пути пророка без знаний пророков без руководства этим нам не выбраться из этих проблем только вот есть один единственный путь путь религии те тот путь который указывает те ценности которые указывает религия они нас спасут все остальное эти академии сколько их академии институт университет из божьей оттуда выходят самые главные извращенцы аморалы и безбожники упаси Аллах нас от этого на этом мы сегодня закончим и на следующем уроке вот эти качества думаю нам которые мы сегодня перечислили этих пророков они для нас на сегодня хватит просим Аллаха нам тавфиq о наследовании их пути бисмиллах рахли бисмиллах бисмиллах